Ну давай, заходи! Примерно так я бы начал бы ролик, потому что 99% ютуберов делают именно так. Румдур начинается с открытия входной двери. Ребят, сегодня я вам покажу то место, ту квартиру, в которой я жил полтора года. Тут очень много истории, тут очень много технологии. Ну, для меня нормально. То есть, сейчас я вам некоторые вещи покажу, вы удивитесь, наверное. Правда, не хочу вас сильно обманывать, не хочу утрировать. Это будет интересно. Почему я записываю рум-тур спустя полтора года? Все потому, что я через 4 дня уезжаю из России на 3-4 месяца, поэтому единственная будет память об этой квартире, этот ролик. Вот, как раз-таки вы меня многие просили, я игнорировал. И сейчас вот сделал постик и понял, что вы хотите это. Это значит интересно. Давайте начинать. Если что, может быть я раскрою для некоторых секрет, но мы с Фандером живем всегда в этой квартире. То есть, когда я его прокачал, я не прокачал его только по ПК, но еще и по квартире. У него были с этим проблемы. И, понятное дело, у нас есть вторая комната для него. Каждый стрим мы меняли фон. У нас есть хромаке для этого, есть его лампа. Может быть, вы узнаете из его стримов. То есть, по ночам стримил он всегда. Я приходил, снимал хромаке и продолжал я. Это удобно. И дешевле, чем снимать две квартиры. То есть, в одной все. Ну, я не выхожу из одной комнаты, поэтому мне это нормально. Ну, плюс я тебе готовил. Тебе нравятся какие-то готовил? Да, у него есть образование повара, поэтому с этим все хорошо. Здорово, брат. Да, здорово еще раз. Здесь у нас гостиная, которая совмещена со студией. Я думаю, с нее мы и начнем. Если мы зайдем сюда, мы сразу увидим огромное количество девайсов. И это не просто девайсы, чтобы показать в ролике. Это девайсы, которые я подарю в прокачке ПК. Через 4 дня я должен уехать. И Logitech очень оперативные ребята. Они мне успели прислать все новые девайсы. И самое интересное. Они прислали для прокачки ПК микрофон Blue Yeti. Вы спросите, а как они вообще связаны с этим? Оказывается, год назад они купили эту компанию. Blue, это компания Logitech. Я правда не знал. Они еще дали вебку. Я обычно покупал Stazie, я покупал вебку Maze вроде. Тебе свою вроде отдал. Нет, я сам покупал. Ну ничего страшного. Вырезаем. Ну и все самые топовые девайсы. Я не знаю, что будет со следующей прокачкой, но они уже тут 2 дня ждут своего победителя. А победителя у меня даже нет. Я не выиграл еще человека. Об этом позже. Об этом не в этом ролике. Технологии начинаются уже здесь. Это обычно стол, наверное, мы подумали, но он просто низкий. Но не просто так. Он занимает очень мало места. Но если мы с Ильей сейчас сделаем махинацию и поддергаем его в стороны. Зажимаем. Зажимаем какой-то рычаг. И делаем вот такое вот движение. Смотри, какой я сильный. И все. Теперь можно называть всю компанию, всех друзей из Грызи. Все. Так. Ну все. Давайте записывать. Технологии номер один. Стол. Есть. Вторая технология. Наверное, обычный диван. Но он необычный. Сейчас я нажимаю на секретную кнопку. Смотрите. Ну, это, наверное, колхоз. Многие подумают и так далее. Ну, для меня это прям вау. Я такое никогда в жизни не видел. Ой, тиша, тиша. Восстание машин. Я знал, что это произойдет именно сегодня. 22 мая. Это Ностальдам, говорю. О, боже. Третья технология. Это камин. Наверное, это тоже колхоз. Но мне это нравилось. И до сих пор нравится. Это обычный, наверное, камин. Вы подумаете. Но он умеет что-то делать. Во-первых, у него есть возможность сделать вид, что есть огонь. А во-вторых, он работает. Он может отдавать тепло, если нажать на кнопку. Четвертая технология. VR. Я, честно, наверное, очень жалел о том, что потратил столько денег сначала. А сколько стоил VR? 150. Сейчас это настолько сложно и настолько дорого. Чтобы поиграть в VR, тебе нужно иметь большую квартиру, большое место. Хороший компьютер отдельный, чтобы он не мешался. Купить датчики отдельно или в комплекте. Они все очень дорогие. И еще эти VR с проводами, ты путаешься в них. Это неудобно. Но когда это станет простым решением, как телефон сейчас, как компьютер сейчас, это будет в будущем. Сейчас у меня Valve Index. И за нее, кстати, мне дали в CSGO значок Half-Life Alyx PIN. Если ты покупаешь VR у Steam, ты получаешь такой, получается, значок. Сколько я сыграл у него? Я думаю, за все время? Да. Сутки максимум. Ну, 24 часа, может быть. 10 часов всего. Я, честно, я хотел, чтобы мне это понравилось. Мне это очень понравилось. Но это геморрой. После него сразу ты потеешь, ты должен идти в душ. То есть ты уже должен запланировать, что ты 2 часа потратишь на него. И самое интересное, что, ну, его долго запускать. Я не люблю вещи, которые долго запускаются. Ну, да. Почему мне нравится CS? Ну, 2 секунды, ты уже на сервере. Вот знаешь, что у меня взгляд куда упал? Это Sega? Да, это Sega. Это Sega. Я тебе клянусь, я в нее больше сыграл чем я. И чем в PlayStation 5. Это бред. Я играл в Tetris. Я in of Tetris. Да. Я просто в детстве в Robocop играл на нем. В общем, в Sega я сыграл больше. Ага. Да, это 100%. PlayStation 5, я это все не покупал. Sega подрела девушка, PlayStation 5 брат, компьютер спонсоры. Вот что я купил от Disney и чем не пользуюсь в итоге. 150 тысяч. Ну и самые оды поймут, что это мой старый ПК. Я здесь и стримил, и все делал, снимал ролики. Сейчас он используется просто для того, чтобы запускать VR. И чтобы он бы не мешался, чтобы все было бы в этой комнате. И это не обычная курица. Если что, если нажать на нее, начнется хаос. Что она должна сделать? Ладно. Ну ты, наверное, видел, да, ее? Ну она пухнет. Нажми ты. А куда же? Лапу? Да. Сейчас выбивается дверь, короче, влетает ОМОН, все как надо. Да. Откуда же такая? А это мой брат делал по приколу. Сделал? Ну они хотели попробовать по приколу бизнес делать, а не за месяц закупили его и закрыли проект. Просто по приколу хотели сделать. Небольшая рекламная интеграция сейчас у нас в сайте ggdrop и у меня есть барабан бонусов. Каждое третье открытие кейса бесплатно в течение одного часа. Ковид-19. Хочу еще большего, но мне нужно ждать три дня. Но используя промокод Puri, что в переводе за грузинского является хлеб. Кстати говоря, я уже несколько видео подряд использую грузинские промокоды. И там перевод очень интересный. Бесплатное открытие кейса радужным. О, а вот и он. P-150 охотник. Я предлагаю открыть что-то новенькое. Здесь появился новый кейс Simple. Давайте откроем его пять раз. И что выпадет из интересного, я заберу себе веб-профиль. Кстати говоря, ничего не выпало интересного. О, но мне дали второй шанс. Это новая функция на сайте ggdrop. Мне, кстати, давно не падал ножик. Мне давно не падал ножик с сайта. Чао. Четыре раза подряд. Контракты. Две тысячи рублей на контракт. О, господи, я хочу его забрать. Я хоть не играю с тэком, но это заставит меня начать играть с ним. Я его забираю. Ну все, я буду его ждать. Ссылка на gdrop.win. Новый домен есть в описании. А мы идем дальше. Ну здесь у нас ничего нет интересного, по сути. Обычный чайник. Обычный, кстати, необычный. Варпатч мне подарил очень приятный термос. Я здесь частенько пью воду. Здесь она свежая. Ну да, очень. Вообще, на самом деле, у меня очень большая проблема. Я должен пить воды много. Но я ее не пью, потому что она не в бутылках. Вот идти наливаясь. А, из кружки. Мне нужно именно бутылки. Я тебя понимаю, мне тоже подожди. Серьезно. Я могу выпить 2 литра в день с бутылки. Либо не выйти вообще ни капли. Потому что нужно идти за водой в стакан. За стакан, да. Согласен. Ну, кстати, здесь есть, понятное дело, какая-то вода, чтобы... Здесь у нее ничего, да, нет? Но в целом, ну, это неудобно. Мне хочется... Они просто дорогие, эти бутылки. Вот единственный косяк. Так, холодильник. Давайте покажу, что у меня есть. Обычное молоко. Тархун мне Фландры привез. Кетчуп. Бананы, которые... А ты обычно чем питаешь? А я очень плохо питаюсь. Я сейчас набрал вес. Это, ну, понятное дело, что я это набрал. Я из дома не выхожу. Я сижу за компьютером. Питаюсь очень плохо. Питаюсь один раз в день, либо два доставками. Вот. Я пробовал готовую еду. Грофуд всякий, да? Левел Кишин тот же. Но это невкусно. Я покупал даже 2000 чекалорий, но я кушал как будто не настоящее все. Я просто понял, что мне нужно просто заняться спортом. Я точно похудею. А так мне нужно десятку забросить. Я ее поднял. А так ты по кафешкам не ездишь. Не, я гоняю, но один раз в день. Вот просто один раз в день кушаю. Это эристик. Робот-пылесос. Робот-пылесос. Тефали, он тупейший. Да? Ну, да. Вырезается. Он очень тупой. Есть умнее. Я думаю, к самим даже будет умнее. Мы выходим из гостиной. И сейчас мы попадаем в прихожую. Здесь у нас есть технология. Четвертый сейчас будет. Обычный шкафчик. Ну, да. Ну, опять же, возможно, колхозно. Мне это нравится. Можно вот так вот сделать. И у тебя опустится... Это колхоз? Нет, это очень классно. Классно, да? Это очень удобно. А здесь у нас гладильная доска. Ее не нужно вытаскивать. Она сама. Она много обычно места занимает. Да, да. Делаешь вот так. Да, ну, не. И все. И у тебя есть... Офигеть. Очень удобное и компактное... Это очень круто. Пространство. Так. А тут райда Егора. Здесь очень много аппаратуры. Коптер. Я пользовался часов четыре. Больше ни разу не видел. А дорогой? Да, он 70 тысяч стоил. Ну, это много. Коврик от Везга. Мне подарил его вроде чай. Это я подарил? Сиди, пожалуйста, Егор. Егор, сори. Это мне подарил Егор. Спасибо. Егор, я помню, что мне кто-то... Что мне кто-то... Переобочная пошла. Это подарил Егор. Я был год без инструментов, решил что-то взять, потому что иногда вызывая человека с отверткой, это кринж. Лучше хоть что-то у тебя было бы. Так-то да, ребята. Он еще и мужчина на все руки как бы. Нет, да я вообще не пользуюсь этим всем. Микрофон мой старенький. Роуд NT-USB. И, ребят, это лютый микрофон, берите его. Я честно, я сейчас... Он стоил для меня 10 тысяч рублей года три назад. Сейчас он стоит 24 вроде. А тебе скидку делали? Нет, курс и он дешевле был. А, целиком вырос. Вот. Качество по звуку с аппортурой за 80 тысяч рублей, ну, очень маленькое. Он очень хорошо справлялся, все было хорошо. Большой коврик Logitech. Он уже грязный, поэтому я заменил его другим ковриком кастомным, который мне подарил стенем. Как часто ты меняешь ковры, кстати? Вот вопрос. Как привозят новые? Наверное, раз в 4 месяца. Это, ну, это хороший срок. Да. Ну, вот поэтому и такой 200 л. Давай, что ты? Ничего. Я очень мало закупаюсь одеждой. И вот эта одежда мне девушка нарисовала. А, это принт прям? Это, не, она рисует ручно. Офигеть. Она мне уже 4 толстовки нарисовала. Круто. Я покажу их. Здесь у меня изики 750 вроде, 350 и Nike, которые я не ношу. Вот. По сути, я ношу только изики. Правда, это очень удобная обувь и очень дорогая обувь. А здесь у меня... Нет, они не очень, на самом деле. Это вообще какое-то говно. Это, ну, это просто, они крепкие. Мне больно было в них ходить. Ага, ну, я вижу, они жесткие. Ну, я их взял из-за дизайна, но я понял, что это не мой дизайн, я больше не носил. Эти неплохие. Рефективные, да? Да, носил около года. А, это под деловой стилю, да? Клакосты тоже не ношу. Я купил их, поносил до дома и больше не обувал. Сейчас, опять же, изики я их ношу, реально. Ну, это одни из самых топовых, помню. Один из самых активных... Как у вас 100 тысяч, по-моему, они стоили? Нет, нет, 46. 46? А я взял за 17 по борту. А, да. И самое ужасное, самое ужасное, самое ужасное. Это... Версачи? Дольская ванна. А, это Версачи, даже, я даже не знаю. Я сделал грубейшую ошибку. Никогда так больше не делать. Они, по-моему, 70 тысяч, что ли? 70 тысяч рублей. Я их один раз в выпуске поносил и больше никогда не брал. Почему? Они не подходят? Они не подходят мне. Они слишком, во-первых, массивные. Во-вторых, у меня стиль не такой. Но это слишком какой-то мажорный. Слишком... Ну, они выглядят... Слишком на лакшери. Ну, я не такой. Вот это я очень часто носил, мне не нравились. Найки. Да. Ну и зимой пару раз и поносил вот такие. О, я, кстати, такие видел. Да, у тебя пример... А, у тебя Тимбрло, да? Ну, типа того. Так, из одежды у меня, опять же, все очень плохо. Я очень мало одеваюсь. То есть у меня... Я потрачу больше на чередка и другие вещи. Здесь у меня толстовки. Я очень люблю толстовки. У меня из всего этого 90% толстовки. И 70% я не покупал, у меня всего Дэрид. Ну и мерч какой-то тоже, да? Да. Да. А, вот про мерч. Это у меня Virtus Pro. Нет, Team Spirit. Я сразу когда увидел. Да, Team Spirit. А, да, и, кстати, оно еще именное написано «Шок». Классно. Они мне это присылают, и через неделю идут ребридинг. Я не понял, вот прикол. Типа последняя вещь, знаешь? Последняя из последней коллекции. Так, ну это тоже рисовала девушка. Вау, она очень круто рисует. Вау. Это тоже одежда... Это Nike? Нет, это Джереми Ваффл. Толстовка Сайпершока бралась с этого примера. Это был образец. И я его ношу. Сайпершок. Сайпершок, мерч. Да. Классная тема. Варпач тоже. Я не покупал ничего. Я ничего не покупаю. Вот это реакция 4.4 тысячи элл. А, ну, конечно. Сайпершок тоже девушка нарисовала. Сайпершок, кураж. Я же люблю куража. Да, да, да. У тебя много было на своем ролике. Ой, господи, это такая... Это только поймут олды. Это только поймут олды. Ты даже не поймешь, бро. Ну, подожди, подожди. Ну, ты меня так... Не поймешь, да? Ты мне говоришь, что ты раньше Сайпершок логотип был? Да, это у меня в мой раз стартовал. Это шаковка. На каждом контракте Драголоров я рисовал ее. А-а-а. Репоуды? Нет, нет. Пишите в чате, что вы шарите за это. Посмотрим, сколько нас. Там наверху еще. А-а-а, боже. Да, у меня тут есть сумка в лоштеке Navi. Я ее ношу всегда. Она очень удобная. Спасибо лоштекам за такие халявные подарки. Я бы тоже не покупал. Вот, видишь, я ничего не покупаю. То есть у меня деньги уходят вообще не на это. Ну, она очень удобная. Вот мне бы на ланчике ездить. Вы там сейчас можете увидеть руль. Я покатался часов пять, наверное. И это было все на стримах. У стила, у себя немножечко. Руль классная тема, но не у себя дома. Это много места. Это много коробок. Все подключать, опять же. Все подключать, ждать. Шикарно. Идешь в клуб, руль, катаешься, уходишь домой. Слушай, ну и вопрос, понятное дело, можно ли считать вот это технологии. Брючница называется. Вот, можно так складывать. Спокойно. Это очень удобно. И немного места занимает. Да, места очень мало занимает. Технологии? Шесть? Я думаю, да. Окей, шестая технология. Сейчас я вам покажу наконец-то самое важное, как вообще этот ролик загрузился на YouTube. Как он появился вообще, и как я вообще тут живу, и как вообще у меня появляется возможность что-то делать. Это рабочая студия. По сути, я это место очень сильно люблю. Оно в моем понимании как реально место, откуда я не должен выходить. Здесь у меня доска. Я попрошу Колю это все замазать. Я здесь записываю всякие планы. К примеру, уволить его когда, какую зарплату выставить оператору. Так, слушайте, я сейчас быстренько все это скрою, потому что это не должны видеть и люди. А здесь у меня показаны те выпуски, те ролики, которые я должен записать. Что такое Input Lag? Документальный фильм. Прокачка ПК. 1-1 турнир на Лане. Турнир прокачки. Что такое ХНС? Прошел полностью CS GO. Карта Вилона. И очень эксклюзивная идея, которую я не хочу показывать. Коля, замажь ее, пожалуйста. Все. Вот так будет лучше. А здесь у меня показано, что я должен стевать 21, 22, 23, 24, 25 мая. А здесь у меня кепка с интервью с Сиздом. Не спрашивайте, почему она сейчас у меня дома. Она должна была быть разыграна. Но просто человек, который выиграл ее, он мне не отвечает. Я никак не могу связаться. Так же и случилось с Гамбитами. Поэтому проводить конкурсы в Ютубе, конечно, это сложно. А людям не нравятся кепки? Нет, они просто не оставляют контакты и не отвечают на сообщения. Алиса, это очень умная штука. Кстати, могу немножко кому-то помешать. Алиса, включи музыку. Вот. У кого-то она точно включилась. Извиняюсь, пожалуйста. Это такой рофл. Это мое рабочее место. Именно благодаря этому месту я вообще живу здесь и что-то пробую делать. Эта камера дает возможность показывать меня, светить и передавать звук. Можно по частям, на самом деле, разобрать ценники. Да, я сейчас разберу ценники. Это Sony A7 III на объективе получается 1.424 GM. Заплатил за объектив 140 и за камеру 150 вроде. То есть около 300 тысяч вышла только камера. 6 тысяч стоит свет. StreamTech очень классная штука. Только тогда, когда ты стримишь, я без стримов вообще даже не тыкаю. Звуковое оборудование у меня Focusrite Scarlett и DBX286S. А микрофон у меня Shure SM7B. И получается пантограф. Вся эта сумма вышла в 80 тысяч рублей. Рад ли я звуку или нет? Ну, на процентов 10 звук улучшился. Это никто не заметил, по сути. Для меня какой-то есть апгрейд. Также сумму всего оборудования для звука входит еще и лаунчер от Союза. Монитор у меня 360 Гц. Один из первых в России. Я сразу его закупил. 70 тысяч рублей заплатил за него. Он очень хорош. 360 это реально имба. Ты прям очень доволен монитором. Ну, не так, что ты доволен. Прямо разница 240 нет. Если у меня было 144, я бы сказал, бувало. А так, разница 240 и 360 там она минимальна. Монитор второй для чата. 144 Гц. Самсунг изогнуты раньше. Он был для меня основным. Все девайсы Logitech. G Pro Super Lite. G Pro 915. Очень приятная клавиатура. Наушники у меня, получается, тоже Logitech G Pro. Вот. Хорошо. Кресло у тебя, это Dixiracer? Dixiracer, да. Оно у меня уже полтора года. Оно у меня было в офисе. Помните, у меня в офисе было кресел 8. Они до сих пор там. Мы с офисом судимся уже почти год. Во время коронавируса мы хотели уйти. Написали ему сообщение о том, что, ребята, мы уходим. Закрывайте аренду. Ребята это не сделали. И сейчас уже год мы и судимся. Скорее всего, если мы проиграем в суд, мы будем платить год нахождение там. Если нет, то будет компенсация. А так все кресла, много оборудования, девайсы, компьютеры там в офисе. Просто закрыто. Представь, уже год. Я уже хочу поменять это кресло. Мне оно не очень нравится. Там были лучше. А, ну и самое интересное, что у меня коврик Logitech уже был не очень в состоянии. Поэтому мне Сеня прислал именной коврик Senia TV X CyberShock. Это для меня было сюрпризно. Потому что я знал, что он мне подарит коврик, но не знал, что тут будет CyberShock. Поэтому респект, Сеня. Коврик реально хороший. Разница с LJT, я не чувствую. А 200 апну как раз на этом коврике. О, счастливый коврик. Счастливый коврик. Чемпион мира. Ну, как-никак. Если говорить про компьютер, это HyperPC. Он стоил по смете 400 тысяч рублей. Но я, честно, хотел его несколько раз сжечь. Он очень плох. Я после этого компьютера попал в тириту. Я больше ненавижу компьютер. Я просто не хочу их собирать. Не хочу интересоваться ими. Поэтому сейчас я работаю с отдельной конторой, которая мне собирает компы. Я их дарю. Почему я хотел его сжечь? Потому что из всех комплектующих у меня 4 комплектующих было браком. И в течение года у меня он использовался всего лишь полгода, потому что я пользовался старым. Он просто валялся. Не повезло с компьютером, с деталями и со сборкой. Надеюсь, надеюсь именно так, что мне не повезло. Что это единственное. Ну да. Если я сейчас стримлю CSGO через видеокарту, то он меня лагает и выключается. Вот. Настолько все плохо. Поэтому у меня дезмораль полная. То есть это реально ударило меня по морали. И почему я его не обновлял, вы спросите. Потому что меня это бесит просто. Честно. Я просто не хотел уже этим заниматься. Я хотел уже достримить и уехать. Вот. Ну, очень грустная история, правда. Я не хочу какие-то конфликты. Я просто рассказываю, как есть. О! Боже! Как я забыл про это. Здесь у меня самое крутое местечко. У меня тут классная подсветка. Называется она Nanoleaf. Она светится любыми цветами и очень красиво смотрится в кадре. Всегда красиво. А здесь у нас первая кнопка, которая вообще была у меня за 100 тысяч подписчиков на этом канале, на котором вы сейчас сидите. Здесь у меня вторая кнопка. Это уже обновленная. Она, получается, за мой лайв-канал. Я тоже в шоке, что у меня он есть. Я забыл про него. И третья кнопка уже за миллион подписчиков. Реально выглядит круто. На интервью с гамбитами мне подарил менеджер его. Фрагмент сейчас у вас на экране. Лежат. Хочешь подарить? Он такой крутой. Забирай. Правда? Правда. Ну, они просто лежат. Гамбиты подарили Мишку Virtus. Да. Эта собака умеет звуки издавать. Очень красиво смотрится в кадре. О, формы. Virtus.pro. Боже, спирт. Сори, я вас путаю с Virtus.pro почему-то. Очень круто, кстати. Шок еще написано. Старенький еще. Да, старенький. Опять за неделю тоже бредненько. Да, да, да. Na'Vi. Ой-ой-ой. Это, боже. Не, вроде здесь не было шок написано. Ну, я тоже, по-моему... Virtus.pro. Это Джейм мне подарил. Или не дарил, я украл. Вот, это его. Ой, круто, круто. Да. Так. Ну, это Fnatic, но это просто... Это тоже Fnatic. Ага. Так, ну, больше здесь ничего... А, Virtus.pro еще мерч. Кстати, вот очень классный мерч. Я его очень часто носил. У Virtus.pro очень хороший мерч всегда был. И вот этот хорошее качество. И просто для фанатов очень приятно. А, и у меня очень много черных футболок. Давайте считать. Первая футболка просто черная без принтов. Раз. Ну, это чутка с принтами. Это вторая футболка. А, какие, реально. Третья футболка просто. Пятая футболка. Еще в стирке. А, и, кстати, тут не было ни одной, по сути, яркой футболки. Они все черные. У меня все черные. А, и еще я обожаю Куража. И, наконец-то, я нашел такие штуки. Я вообще не знал, что кто-то может сделать бренд с Куражом. Это устаревший мультик, который знают, ну, единицы. Он ходил в 1997 году на Cartoon Network. Оказывается, в Круппе можно купить такие. Я, кстати, был недавно в Круппе. И как раз там много всего-то с этим садом. У меня трусы еще есть, носки. Но я их не буду показывать. Я их покажу футбол. Короче, сет Куража, чисто. Да, да. Я хочу еще что-то с Куражом. Если у меня будет собака, я назову ее 100% Куражом. Ну, и здесь у нас еще один лего. Статуя Свобода. Лего собирать интересно, как я уже это говорил. Время хавает прекрасно. Мне очень нравится здесь лампа. Она очень футуристична. Если нажать вот так вот, будет ничего. Вот. Что-то будет. Что-то еще подергать, появится другой цвет. Так. Вот. Она меняет цвета каждую секунду. Очень много вариаций. Очень приятно выглядит. А телевизор Парл Райн. Это вроде русская компания. Телек красивый, большой, но очень глупенький и неприятные цвета. Короче, я его взял из-за размера, из-за цены. Он стоил 20 тысяч рублей. Серьезно? Это 20 тысяч рублей стоило. 20 тысяч? Ну, по сути, мы можем закончить. Такая вот получилась квартира. Технологии закончились на 6, получается. Ну, 6. Ну, если это все учесть в технологии, все эти штуки. Ну, 7. Может, 7, да, где-то. Всем большое спасибо за просмотр. Такая вот квартира. Вот отсюда все это происходит. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось. С вами был я, Эрик Шоков и мистер Илья Фандер. Пока. Пока.